МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире научно-популярная программа «В объективе натуралиста». Мы сейчас находимся ранним утром в пойме реки Зельвянка и путешествуем по открытым пространствам бывших зельвянских болот. И наш объект сегодня, казалось бы, привычный, обычный белаясь, но мы входим в настоящее царство белого аиста, которое располагается на этих широких просторах. И за моей спиной находится небольшая группа взрослых птиц, которая ранним утром кормится, набирая сил. И сейчас они уже оставляют свои гнезда надолго, потому что там есть аистята, и они им приносят пищу. И все те процессы, которые в июне месяце происходят с этими птицами, сегодня мы рассмотрим, исследуем и вам расскажем. В этот край аистов мы попали не просто так. Мы стремились именно к этой деревне, деревне Барки или Борки. Как правильно говорить, мы, наверное, узнаем у местных. А здесь факт того, что находится много гнезд аистов, я узнал, слушая доклад на конференции «Крайгороденский». Местные ребята изучали аистов, и меня поразил факт о том, что в одной маленькой деревне в Мостовском районе наблюдается около 20 гнезд аистов. Поэтому мы сюда и приехали. И именно здесь мы познакомим вас с летней жизнью этой замечательной птицы. Первое, о чем хотелось бы поговорить, это об расположении гнезд аистов. Да, их здесь очень много, этих гнезд. Где-то около 20. Мы, проезжая по деревне, подсчитать уже успели. Но смотрите, вот эта вот картинка, гнездо, расположенное на старом столбе линии электропередач, он деревянный и типичная копна, которая состоит из веточек, достраиваемых каждый год. Но это гнездо довольно молодое, видите, оно не слишком большое, толстое, и в нем нету этажности. Но обращайте на себя внимание, посмотрите, закрытость, да, но подлеты открыты, очень сильно мне напоминают дикие места Липечанской пущи. Только единственное место плодовых деревьев там дубы и припойменные различные биотопы. Если мы возьмем другое место обитания, а точнее другое место расположения, видите, деревня располагается среди сплошных полей. И здесь есть одна особенность. Скорее всего, вот то, что здесь так много гнезд аистов, это сложилось традиционно, потому что вокруг было болото, название Борки, Борки, да, говорит о том, что здесь был участок леса среди болота, и, естественно, что это было одно из сухих мест, на котором аисты и могли останавливаться и селиться. И сейчас вот такое большое количество гнезд, это, скорее всего, связано с тем, что все-таки деревня стала меньше, меньше стало жителей, и появились вот такие запущенные дома, да, то есть заросли, безопасность и возвышенное место. Очень много гнезд сделаны в домах, где, в принципе, нет уже печного отопления, вот так вот на трубах. Видите, это уже двухэтажное гнездо, то есть первый этаж более узкий, и второй надстроенный. Не все гнезда кажутся жилыми. Вот это гнездо, видите, опять расположение сарай, просто крыша, и на крыше были набросанные ветки, даже что-то сползало, но кажется, что оно не жилое. Но я думаю, что это не так, потому что начался дождь, и, естественно, наше приближение привело к тому, что взрослые птицы могли слететь. Но там, как мне кажется, внутри притаившиеся птенцы. Для того, чтобы это узнать, увидеть, мы придумаем какое-то приспособление, и попробуем поднять камеру выше самого гнезда. И я больше чем уверен, что там будут птенцы. Как я и предполагал, птенцы спрятались внизу на дне гнезда, причем обращает на себя внимание, что лоток довольно плоский, и птенцы полностью умещаются и прячутся на его дне. Причем наблюдается такое поведение, что когда птенцы чувствуют реальную угрозу, они просто-напросто прикидываются мертвыми. Если говорить о птенцах, то, как правило, в белорусских гнездах встречается от одного до трех, ну, реже четыре птенца. В среднем где-то два. И это явление мы наблюдали повсеместно по всем гнездам в нашей деревне, потому что где-то был один птенец, уже довольно подросший, хотя он еще не достиг размера взрослых аистов, но это маленькая копия своих родителей. Также надо отметить, что отличает его сейчас от взрослых птиц, это то, что у взрослых птиц красные ноги, красный клюв, а у маленьких птенцов они черные. Ну что, мы убедились, что на самом деле птенцы очень хорошо прячутся, даже, видите, могут прикидываться мертвыми, но здесь есть одна особенность. Вообще меня поражает в этой деревне то, что будний день, конечно, но абсолютная тишина и спокойствие. То есть практически нет движения, не видно людей, и поэтому кажется, что эта деревня заселена только аистами. Вот такое интересное место в Мостовском районе. И надо сказать еще одну важную особенность. Это то, что для принемания вот такое количество гнезд на одной деревне, это не характерный вариант. То есть обычно одно, ну, два, три максимум, да, а вот так, чтобы было 20, это, конечно, такой интересный и даже, сказал бы, особенный случай. Из-за редкого благоприятного отношения людей к этой птице аисты издавна гнездятся рядом с человеком, а точнее в его поселениях. Гнезда располагаются везде, но вот как деревня Борки, то, что много гнезд располагается на крышах, это довольно редко. В данном случае мы специально остановились, потому что дождь для людей – это то время, когда хочется спрятаться. А многие животные, они наоборот, используют дождь для того, чтобы передвигаться, для того, чтобы находить какие-то новые места. И вот, в частности, лягушки, жабы, они используют время влаги, потому что дождь – это влага, потому что для них это комфортное состояние. Поэтому и у натуралиста, краеведа, биолога, зоолога нету плохой погоды. Герпетологи, наоборот, точнее, патрахологи, очень любят дождь. И вот здесь у нас очень хороший экземпляр серой жабы. И вот смотрите, обратите внимание, что с одной корной площадки, вот с этих зарослей, в которых она находилась, она переползает по дороге, используя вариант того, что нету сейчас движения, о том, что очень хороший для нее вариант дождя, она переползает на огород. То есть здесь она и живет. Скорее всего, здесь в подвале она будет и зимовать. То есть размножается где-то рядышком здесь в каналах или мелких водоемах, и полностью вот этот лесной вид приспособился жить в населенных пунктах и питаться на огородах. Мы переехали в деревню Хартица, тоже это мостовский район, и здесь, несмотря на то, что деревня намного больше по площади, чем предыдущая, мы нашли пока только одно гнездо. Причем его особенность заключается в том, что, во-первых, оно в более высоком месте находится, оно то есть недоступное. И, скорее всего, я могу это объяснить тем, что, конечно, в этой деревне больше движения, она жилая, она ближе к городу Гродно, и поэтому фактор беспокойства намного больше. Поэтому, скорее всего, и гнезд меньше, и они находятся на таком вот недоступном расстоянии и в таком недоступном месте. В этом гнезде, как и во всех предыдущих, летние заботы и хлопоты вывелись аистята, и аисты ухаживают за ними. Но, будучи в Хартице, и не посетить Старицы Немана, ну, это вещь невозможная, потому что Старицы Немана делают этот уголок Гродничины уникальным и эксклюзивным, потому что, во-первых, внешний вид Старицы, а во-вторых, те птицы, которые здесь держатся, они привносят в этот уголок природы большое биологическое видовое разнообразие. Это Старичное озеро. Оно имеет такую вытянутую форму, видите, в виде серпа или луны, потому что когда-то это была часть Немана. Сейчас, конечно, это уже отдельное водное образование, но обращает на себя внимание, что полного зарастания нет, как у многих старец, а есть много открытого пространства, и это дает возможность расти здесь всяким интересным растением, таким как кубышки. А мы знаем, что кубышки привлекают очень многих животных, начиная от болотной черепахи и заканчивая много видов птиц. Почему? Потому что кубышка сосредоточения различных мелких насекомых и, как ни странно, моллюсков. И здесь надо еще отметить, конечно, городские ласточки, черные крачки, чайки – это обычные обитатели данного места. Но особую активность в прибрежной части сейчас проявляют мелкие воробьиные. Ну, например, нам удалось хорошо разглядеть лугового чекана. Своё видовое название луговой чекан получил из-за двух своих особенностей. Во-первых, это место обитания. Как правило, селится эта птица на лугах, пастбищах, отмечается на болотах и даже обширных пустошах. Любит, чтобы в месте, где он обитает, были заросли кустарника, потому что кустарник использует для двух целей. Одна цель – это он высматривает свою добычу, а это, как правило, черви, поэтому его очень часто можно видеть по окраинам полей. Это какие-то мелкие насекомые, которых он добывает в большом количестве. И еще одна особенность, кроме того, что он любит открытое пространство и поэтому называется луговой, но кроме этого на кустах он любит громко петь. То есть самцы имеют довольно громкую брачную трель. И вот эта трель дала название полное этой птице. То есть в этой треле очень четко выделяются звуки чек, 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 чек или чекан. Вот и получила птица название луговой чекан. Луговой чекан в Белоруссии довольно распространенная птица и не только встречается во время пролетов, но и на гнездовании. Наблюдая за луговым чеканом и птицами старицы, мы получили очень хорошее и замечательное продолжение нашей истории про белых аистов. Вдруг появился трактор, который начал поднимать сохшее сено. На звуки трактора начались летаться белые аисты, которые бегали за трактором и охотились. Один из них словил мышевидного грызуна и тут же проглотил. Это и есть то подтверждение, о котором я говорю всегда, что один из основных объектов питания аистов – это все-таки мышевидные грызуны. Принято считать, что большее количество белых аистов на Белоруссии встречается в Полесье. Но сегодняшняя наша передача доказала, что и в Принемане, а точнее в бассейне реки Неман, его встречается не меньше. И это настоящее царство-королевство этой птицы. А на этом мы заканчиваем. Берегите и любите друг друга, и мир, который вокруг вас. До свидания.